Всем привет! А знаете, что будет, если вместо счетчика воды поставить электрический генератор? Да-да, мы будем получать халявный электроэлектрический. Если снять механизм учёка и поставить в корпус счётчика старую помпу от стиральной машины с крыльчаткой того же счётчика, то мы получим вот такой нехитрый генератор халявного электричества. Хотите сделать такой же? Он прост. Смотрите, как я его сделал. Совсем недавно я поменял очередной счётчик воды у себя дома. И его запчасти мне как-то выкидывать совсем не захотелось. Я решил сконструировать что-нибудь полезное. Например, сделать электрический генератор халявного электричества. Я рассверлил крышку счётчика, установил все эти запчасти в корпус и просто добавил помпу от старой стиральной машинки. Эта помпа давно уже не работала и валялась у меня без дела. Но зато она как нельзя лучше подошла по размеру к корпусу такого счётчика, как стояла у меня дома. Если вы посмотрите, то приложив помпу к корпусу счётчика, они подходят как нельзя лучше. Практически 1-2-1, даже зазора почти не остались. Но как же было не воспользоваться такой возможностью? Даже без прокладок, помпа очень удобно разместилась в корпусе старого счётчика для воды. Ну а теперь дело за малым. Ведь такую сборку давление воды очень легко выдает. Поэтому лучше всего помпу закрепить на корпусе счётчика как можно понадёжнее. Я решил, что воспользуюсь спиленными полками. Чтобы хорошенько прикрутить помпу к корпусу счётчика, я сделал небольшие проточки в этом металлическом полке. Как раз напротив отверстия, которое было лишним помпу. И теперь с помощью болтов я смогу хорошенько зацепиться за корпус счётчика и притянуть крышку моего импровизированного электрического генератора. Я не стал заморачиваться со сверлом, а просто мелким надфилем сделал небольшие углубления. Думаю, такой способ доступен дома всем, и ни у кого не возникнет затруднений. Прежде чем делать пропилы в буртике счётчика, я очень аккуратненько всё это дело размотил. Так, чтобы все эти пропилы были непосредственно напротив отверстий крышки кона. Как видите, теперь моя конструкция может быть надёжно закреплена и осталось только на эти болтики и гайки. Теперь я могу надёжно закрепить помпу на корпусе моего старого водомера. Есть маленький нюанс. Дело в том, что если вы будете использовать обычные болты, их круглые шляпки ухудутся в корпус счётчика и могут разорвать пластмассу. Поэтому я аккуратно под пилком сточил их шляпки примерно на пиле. И теперь вот такой модернизированный болт очень хорошо будет крепить помпу к корпусу счётчика. Конечно, можно было использовать какие-нибудь металлические хомуты, стяжки или даже приклеить помпу к этому счётчику. Но мне кажется, что три болта с гайками – это немножко понадёжнее. Теперь, когда моя крепёжная система готова, можно закрепить сам генератор на корпусе счётчика и посмотреть, как это будет смотреться. Как видите, ничего сложного. Генератор очень даже скреплён, надёжно, крепко. Разорвать такие три болта давление может, но навряд ли в водопроводной системе его хватит. Ну что ж, моя система практически собрана и готова к употреблению. Выглядит она вполне симпатично. Осталось её чуть-чуть доделать. То, что я показал, выглядит совершенно просто. Но в любой простой вещи есть свои нюансы и подвольные камни. Давайте я теперь немного о них расскажу. Конечно, можно использовать старые прокладки, которые были в корпусе помпы. Но я вам этого делать не рекомендую. Дело в том, что они слишком толстые. Конечно, три болта могут эту прокладочку сильно-сильно раздавить, и помпа, в принципе, будет держаться на счётчике. Но я боюсь, что пластмасса от излишнего усилия может расколоться и просто лопнуть. И тогда все труды будут на смарт. Поэтому рекомендую поискать где-нибудь в хозяйстве более тоненькую прокладку. А если такого не найдётся, то возможно воспользоваться герметиком или даже силиконом. Чтобы крыльчатка хорошо зацепилась за вал помпы, я рекомендую, высверлив магнитик, сделать небольшой пропил сбоку или же вырез, который будет соответствовать выступу на валу помпы. И тогда наша крыльчатка очень даже красиво и аккуратно надевается на этот вал и надёжно фиксируется. Её даже не надо приклеивать. Ещё один немаловажный нюанс. Когда вы разберёте счётчик, в нём есть прокладки и кольца, которые удерживают крышку от давления на крыльчатку. Когда будете собирать свою электрическую турбину, обязательно поставьте эти кольца на место. Иначе крыльчатку просто-напросто заклинит и вращаться водой она никак не будет. Не забудьте про это кольцо. Оно обязательно должно стоять там, где оно и было. Собирая корпус вместе, обязательно проверьте, не заклинила ли вся конструкция крыльчатку. Дело в том, что у меня на это ушло достаточно много времени, чтобы подобрать высоту крыльчатки так, чтобы она не сильно зажималась помпой. Проверить свободный ход крыльчатки можно отверточкой. Я просто нажимаю на лопасть и если лопасть свободно пружинит, значит у меня всё получилось. Ну а теперь давайте соберём всё вместе. Все детали доступны, собираются очень просто. Конструкция в эксплуатации очень даже неприхотлива, а поставить её можно в любом месте в систему водопровода. Когда будете устанавливать помпу в корпус счётчика, внимательно следите, чтобы выступы совпадали с прорезями. Тогда у вас всё получится даже без прокладок. Но не забываем о них, иначе всё будет очень сильно протекать. Ну вот, вот такой симпатичный генератор халявного электричества собран и готов к испытаниям. В следующем ролике смотрите, как он работает. А на этом всё, пока.